Дорогие друзья и сестры, дорогие друзья, мы еще прочтем Слово Божие, облечемся вниманием, потому что сам Господь говорит, наблюдайте за собой, как вы слушаете. Нужно быть в собрании и быть вне собрания, да? Где-то мыслями витать и не слушать Слово Божие. Мы прочтем из пророка Исаии, 56 глава, 55 стиха, 55 глава, 7 стих. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник полмысла своей, и да обратится к Господу, и он помилует его и к Богу нашему, ибо он многомилостит. Ищите Господа, пока можно найти его, призывайте его, когда он близко». Человек – единственное исключение из всего творения этого прекрасного мира, в котором мы живем, и все-таки наделен удивительным разумом, и как бы ослепленный, избирает не тот жизненный путь, который нужно избрать. А ведь действительно враг души ослепляет умы людям, чтобы не высиял для них путь спасения. Ослепляет умы. Так Христос говорит, слепые вожди ведут слепых, и огромные толпы идут за этими слепыми вождями. Что же люди ищут в этом мире? Что? Удивительно, человек, когда приходит в этот мир, когда начинает только осознавать, он стремится как-то поудобнее устроиться в этом мире, и забывает, что он же только странник на этой земле. Нет, он предлагает все усилия, чтобы удобно устроиться в этом мире, как будто будет здесь жить вечно. Да, дорогие? Удивительный человек. Он видит, как люди приходят и уходят с этого мира. Ничего не берут с собою. О, если бы кто-то брал с собою все богатства, которыми они обладают, вероятно, земля бы опустела. Но, увы, человек ничего не берет с собою. Ищут люди материальных благ. Ярким примером служит царь Крес, который был очень богатым царем. Даже сейчас есть выражение «богат, как Крес». И он даже похвалился одному из мудрецов своим богатством, прекрасным городом, царем которого он был. И все осмотрел этот мудрец. И сказал ему Крес, что ты скажешь? Он говорит, знаешь, я конца твоего не вижу. Возмутился царь, говорит, еще чего? Чего же ты хочешь? Смотри, какое у меня богатство. Но мудрец уперся на своем. Я твоего конца не вижу. И вы знаете, что с ним случилось? Царь Кир захватил Лидию. Все сокровища Креса взял. А его приказал сжечь на костре. И когда возвели его на дрова, готовы поджечь уже костер. И Крес вдруг вспомнил мудреца и закричал, «О, Салон, как ты был прав!» Кир не понимает лидийского языка и говорит, что он там говорит. Какого-то мудреца вспоминает. Но он потребовал, чтобы он рассказал. И когда Крес ему рассказал, он поник головой и говорит, «Отпустите его!» Ибо я не знаю, какой конец меня ждет! Ты знаешь, какой твой конец? Ты знаешь? И в самом деле печальный конец был и у царя Кира. Люди собирали богатство мира. Неужели ты ослеп? Посмотри, что они достигли. Ну что? Остались только в памяти людей, как пример? Отрицательный пример. Да, люди ищут своего, как Слово Божие точно определяет. Люди ищут своего, не того, что служит к славе Божьей. Конечно, есть люди, которые идут за Господом и не ищут своей славы. Как апостол Павел был очень образованным человеком, но все почел засор. Все! Все, что для него было преимуществом, он был юношей и в то же время был член Синодориона. У него была большая перспектива в жизни. Но он, когда познал Христа, эту главную цель, он все почел засор. И никогда не искал своего. Да, дорогие? Не все так. Очень мало ищут славы. Божьи. Почему люди не ищут того, что самое главное в жизни? Бога. Почему не ищут? Как я уже сказал, враг души не дает людям задуматься о главной цели. Зачем я пришел в этот мир? Зачем я живу? Ты когда-нибудь думаешь, друг? Куда ты идешь? Что тебя ждет вечности? Люди не задают подобных вопросов себе. И если они возникают, то враг старается отогнать это мысли от человека. Живи как все. Да, легко плыть по течению жизни. Не надо употреблять усилий. Плыви себе, как все, а не как того, что требует Бог. Надо Бога искать. Он потерян человеком. Да. Когда-то человек радовался приходу Господа в рай, в Эдем. А когда согрешил, он скрылся от лика Божия. И теперь он боится Бога. Боится. Если малейшее проявление силы Божественной, человек уже трепещет. Вы помните стражи, которые охраняли гроб Господень? Только от явления ангела оцепенели и стали как? Мертвые. Это только от явления ангела уже человек оцепенел и стал как мертвый. Тем более Бог. Недаром праведник Иов, который говорил, нет вины во мне, пусть Бог вызовет меня на суд. А потом подумал и говорит, ну конечно он Бог. Я его боюсь. Если бы он был как я, вот в брене такой вот, я бы ему рассказал, и он бы меня понял. Вот эта жажда в веках, чтобы близость иметь с Богом, как с человеком. и наконец пришел Христос, как во плоти, сущий Бог. Великая тайна. Бог явился во плоти, чтобы приблизить себя к людям, чтобы открыть им истину. Боже великий, преклоняется наша душа под величием Твоих. Дорогие мои братья и сестры, дорогие друзья, сегодня, как вы знаете, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok.